Уважаемые депутаты, сегодня на заседании Совета из 20... 27 июня состояло заседание Совета депутатов городского округа Зарайск. Вопросы повестки дня касались внесения изменений в бюджеты, принятия положения о порядке сбора отработанных ртутно содержащих ламп, о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда, о наградах Советам депутатов, были внесены изменения в решении о земельном налоге, заслушанной информации о подготовке к Дню города. Обсуждение вопросов повестки дня, по словам председательствующего, состоялось на заседании комиссии. В результате за кадром осталась информация по всем представленным на Совет проблемам, в том числе и о финансовом состоянии мупки СКХ, растущих среди населения долгах за жилье и необходимости активизировать работу по их возвращению. В результате все решения по 20 вопросам повестки дня были приняты депутатами практически единогласно в течение 30 минут, и сам Совет превратился в формальное озвучивание вопросов и голосование. Сложенная работа депутатов поражает. Надеемся, что итогом этой работы станет реальная помощь жителям, и сюжет, которым мы хотим закончить свой репортаж, будет исключением. Меня зовут Антон Плетнев, я проживаю в данном доме по адресу поселка Текстильщиков, дом 30. Местные жильцы обратились ко мне с просьбой о помощи, о решении нашей общей проблемы. Месяц назад нам отключили газовые плиты по всему дому. Без округов дымления, предупреждения, приехали и просто отключили. На каждом этаже проживает по 80 семей. У нас всего три плиты. Отключили по две. Сказали, что она находится в варенном состоянии. Это действительно так, потому что плиты не менялись более 30 лет. Вот затем приехали и отключили на нашем этаже третью плиту. В связи с чем вообще стало невозможно готовить. Ответ был такой, на заявление граждан, что только тогда, когда должники расплавятся с долгами, они будут готовы профинансировать, учитывая собственников, количество собственников. У нас на этаже всего один должник. Также на нашем этаже проживает баба Маша. Она ветеран труда. Она инвалид второй группы. И как бы долгов у нее-то нет вообще. И она не может себе приготовить поесть. Уже месяц. Газ отключен на всех этажах пятиэтажного дома, в котором проживает более ста семей. Малообеспеченные дети, инвалиды, пенсионеры. Причина отключения – аварийность плит, необходимость замены газовых плит на новые, долги жильцов. Конечно, в доме, которое раньше считалось общежитием, после проведения приватизации есть собственники и наниматели, имеющие на руках договора социального найма. То есть собственниками жилья является муниципалитет. Неужели нужно так много времени, чтобы понять, кто должен оплатить приобретение и установку новых газовых плит? Почему не уведомить жильцов заранее, объяснив им алгоритм дальнейших действий? Зачем давать ответы отписке? Жильцы многоквартирного дома вот уже больше месяца не могут нормально готовить еду и не получают внятного ответа, когда же газ вернется в дом. Помогите им, депутаты! Валерия Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение. Продолжение следует...